Как красиво вшить потайную молнию в наволочку или пододеяльник. С вами Ольга и вы на канале Швейный Советник. Этот способ универсальный и он отлично подходит, например, для изготовления постельного белья с кантами. Это наволочка с кантами в бельевом шве. Вход на молнию. Если вас интересует пошив постельного белья с кантами, я записала новый мастер-класс. Рассматриваю два варианта технологии. Наволочка с кантом в бельевом шве, вход с клапаном. Этот вариант отлично подходит для изготовления наволочек. И вторая технология. Наволочка с кантом в бельевом шве, вход на молнию. Эта технология отлично подходит и для наволочек, и для пододеяльников. Ссылку на оплату этого мастер-класса я прикреплю в описании под видео. Сам мастер-класс находится в Telegram. Доступ к нему, как всегда, бессрочный. Если вас интересует пошив постельного белья не только с кантами, а еще и различные другие интересные варианты, вы можете присоединиться к полному курсу по изготовлению различных вариантов постельного белья. Под этим видео я прикреплю ссылку на пост ВКонтакте, где я подробно рассказываю о содержании курса, а также ссылку на оплату. Для данного мастер-класса я подготовила две детали для наволочки. Они одинакового размера, 75 на 55 см. И подготовила потайную молнию. Молнию я буду вшивать по длинной стороне. Почему именно такие припуски? 2 см это припуски под бельевой шов. На обтачивание молнии у нас уйдет 2,5 см. И 0,5 см я добавила на усадку, на какие-то погрешности, на огибание ленты молнии. Полотнище я краила на разрыв. По долевой и по утку они выровнены. Но если полотнище сложить пополам, мы увидим перекос в той или иной степени. И вот этот перекос нам нужно выправить при помощи влажно-тепловой обработки. Перекос присутствует и по долевому направлению, и по поперечному, поэтому проверяйте оба. Я сложила светлое полотнище. Видите, здесь перекос у меня больше. Но его тоже надо поправить. В принципе, он сам уйдет после стирки. Просто без перекоса нам будет удобнее втачивать молнию. Потайная молния у меня с синтетическими лентами. Видите, вообще они полупрозрачные. Ее нужно продекодировать через увлажненный проутюжильник. И затем нужно будет разутюжить лентой молнии. Переворачиваем молнию бегунком вниз. И вот так вот проходим утюгом. Разутюживаем зубчики. Перекосы ушли. Деталь стала симметричной и по долевой, и по поперечной. Молния после приутюживания вдоль зубчиков вот так вот у нас сложила крылышки. Здесь самое главное делать все без фанатизма, чтобы нам зубцы не расплавить. И обязательно проверяйте, что она у вас закрывается, открывается нормально. Работать в данном случае будем либо однорожковой лапкой, это для бытовой машины, либо односторонними для промышленной машины. Сделаем разметку непосредственно на молнии. От конца молнии отступаю вверх 3-4 см, делаю отметку. До этой отметки молнию будем втачивать. У начала молнии делаем отметку по краю пластиковых ограничителей. Отсюда будем начинать втачивать молнию. Совмещаю отметки и у молнии нахожу середину. На лицевой стороне обоих полотнищ также отмечаем середину. Замеряем ширину ленты молнии от зубцов до края. У меня это 11 мм. И еще нужно будет добавить припуск на огибание молнии. Суммарно по тому срезу, где я буду втачивать молнию, я оставляю припуск в 2,5 см. Для того, чтобы проще было втачивать молнию, от среза я отступлю 13 мм, ну или 14, как получится, и проложу здесь строчку-линейку. Эта разметка будет служить ориентиром для размещения края ленты молнии. А притачивать молнию мы будем однорожковой лапкой в основание зубцов. Разметку с молнией переносим на полотнище. Для того, чтобы стачать полотнище вместе, разметку концов молнии переносим на изнаночную сторону. Детали скалываем вместе, уравниваем срезы. Стачиваем детали от края до отметки. От строчки линейки отступаем расстояние от края молнии до зубцов. То есть в моем случае это будет 11 мм. У начала и у конца строчки не забываем поставить закрепки на 2-3 стежка. Стаченные участки можно немножечко разутюжить. Ориентируясь на разметку и на строчку линейку, вкалываем молнию. Молнию раскрываем, укладываем ее бегунком вниз. Край ленты идет по строчке линейки. Совмещаем отметки и прикалываем булавками. Молнию приколола. Булавки удобнее ставить вот так, параллельно краю. И делать несколько проколов. Конечно, когда это будет какая-нибудь 35-я по счету молния, вам даже и булавки никакие не потребуются. Но если это первая молния, то лучше приколоть или даже приметать. Притачивать будем от отметки до отметки. Строчки по лентам молнии нужно будет вести в одном направлении. Например, сверху вниз по одной ленте, сверху вниз по другой ленте. Ну или в обратном направлении, как вам удобнее. Устанавливаем иглу в отметку и строчку будем ввести в основание зубцов. Благодаря тому, что молнию проутюжили, эти зубцы у нас развернуты. И очень хорошо видно, куда мы будем попадать. Помогаем себе длинной иглой, чтобы у нас ничего никуда не съезжало. Спокойно продвигаемся вдоль молнии. Легко контролирует расстояние. Я думаю, вам этот способ понравится. Дошли до отметки у конца молнии. Также делаем закрепку. Меняем лапку на другую сторону. И также притачиваем вторую ленту молнии. Смотрим с изнанки. Строчка притачивания молнии практически совпала со строчкой стачивания деталей. Закрываем молнию. Проверяем, что мы тут понастрочили. Когда закроете молнию, обращайте внимание, чтобы вот здесь, здесь конец шва, у вас не было никаких наплывов ткани и вот таких перекосов. И здесь в районе бегунка также проверяйте, чтобы полотнища лежали ровно. Конечно, бегунок имеет определенный объем и совсем незаметным мы его сделать не сможем. Но вот такой результат я считаю хорошим. Шов разутюжили. Переворачиваем на изнаночную сторону. И теперь нужно лентой молнии окантовать. Вот этот свободный припуск приутюживаем к строчке линейки. И этой заутюжкой окантовываем ленту молнии. Здесь также можно по булавкам, можно приметать. Как вам будет удобнее. Смотря еще какая у вас ткань. Поплин, в принципе, заутюжку хорошо держит. С ним можно справиться на булавках. Если сатин, он заутюжку держит хуже, он упругий. Он старается развернуться. Поэтому в этом случае для сатина лучше все-таки приметать. Чтобы у вас вот эти припуски не скользили. И шов получился с первого раза хорошего качества. Для притачивания окантовки лапку подбирайте самостоятельно. В моем случае по ширине подошла вот эта тефлоновая лапка. Нужно таким образом ее подобрать, чтобы одна сторона лапки шла вдоль зубцов молнии. А игла при этом прокладывала строчку у нас в одном миллиметре от сгиба окантовки. Тогда вы ее легко пришьете. И строчка получится хорошего качества. Положение окантовки контролируйте длинной иглой. Прижимайте ее. Получилось все просто великолепно. Там, где молнии у нас нет, при закладывании окантовки ориентируйтесь просто на строчку-линейку. Строчка-линейка получилась на ребре. Осталось стачать бельевым швом три оставшиеся стороны. Эти этапы работы я уже показывать не буду. Вы без меня все прекрасно умеете делать. Если это видео вам понравилось, как всегда, ставьте лайки. И не забывайте писать комментарии. Жду вас в Телеграм или на курсе ВКонтакте. Давайте шить вместе! Субтитры сделал DimaTorzok